Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», говорим о пятикнижии Моисеевом или Аторе, и пытаемся глубже и глубже понять эту книгу. Как всегда с нами, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем главу новых. Там мы остановились на очень серьезные вещи, такие как Вавилонская башня. Пытались с вами соединить это понятие с современным миром, сравнить это с Америкой, сравнить с нашим миром. Очень оптимистично закончили предыдущую передачу, куда мы катимся. Я хочу немножко продолжить комментарий из Великого Комментария, несколько строчек еще зачитать, и мы с вами это попытаемся объяснить. То есть вы попытаетесь объяснить. Строители башни были настолько фанатичны в своем желании закончить башню, что когда какой-нибудь кирпич падал вниз и разбивался, они причитали, как трудно будет заменить его. Однако, если человек срывался вниз и убивался насмерть, никто даже не смотрел на него. Как вам это? Ну, это нормально. Что ж тут нормального такого? И у фараона, когда он строил свои гробницы, было то же самое. Ну, они как бы были соединены в этом своем эгоизме, вдруг они не замечают, как вдруг падает человек, но замечают, если падает кирпич. Потому что кирпич олицетворяет собой желание человеческое, из которого он строит свою башню, на которой он поднимается до неба. И без этого желания он уже не поднимется. То есть каждый кирпич, если он сваливается, это значит, неправильно поступили, неправильно работают с эгоизмом, чтобы подняться и уравняться с Творцом. Что они говорили, эти строители? Мы хотим подняться до неба, мы хотим уравняться с Творцом, мы хотим достичь неба своими силами, своими эгоистическим рвением. И поэтому они строили на своем эгоизме, на постижении, на соединении между собой. Они были очень связаны. Почему эта башня не разрушалась раньше? До тех пор, пока они не достигли ее вершины. Потому что они были связаны между собой. У них была общая цель. А когда люди связаны между собой, Творец ничего не может с ними сделать. Сказано очень такое правило интересное. и Ранидахот, и Шарлахриф. То есть город, в котором собрались одни грешники. Забияки, пьяницы, дрочуны, не знаю, там, воры, убийцы, неважно что. Но если они между собой связаны, между собой хорошо связаны, между собой, никто не может взять этот город. Вот осаждая его сколько угодно, ты его не сможешь взять. До какого времени? Потому что неважно, столько, сколько они будут связи между собой, если они над всеми своими проблемами будут держать между собой дружбу, связь взаимную, никто не сможет овладеть этим городом. Потому что высшая духовная сила есть в такой связи людей друг с другом. Несмотря на то, что они эгоистично думают о цели. Мы это видим, команда в армии, в спорте, там, подводники, все такое. И людей специально тренируют быть взаимозависимыми, быть взаимоответственными. Иначе невозможно. И вот такое только и побеждает. Солидарность и связь между людьми. Так вот это то, что было у них. И поэтому они жертвовали собой. Главное, чтобы строить. И поэтому вот этот эгоизм, который они вкладывали, еще один, еще один, еще один. Они ложили один камень, появлялось два. Они ложили два, появлялось четыре. О чем это говорит? Каждый стремился воткнуть больше и больше. Никто не смотрел на других, кто больше работает. Все вместе, когда работают, тогда получается даже эгоистическая башня до неба. Можно достичь Творца. Только на самом последнем этапе, на самом последнем камне ты вдруг обнаруживаешь, что это обратно ему. И получается вместо твоей пирамиды, этой синекурата этого, вавилонского, египетская пирамида, которая погребает тебя внутри. То есть вы сейчас говорили о таких благородных соединениях, но были соединения такие фашистские. Это неважно. А вот посмотри, до тех пор, пока они, несмотря на то, что они делали, и как бы они не были направлены против остальных, до тех пор, пока эти люди находятся в связи между собой, у них есть огромная выше нашего мира сила. То есть коллективный эгоизм – это огромная сила. Да. Какой бы, откуда бы он ни был. И он побеждает. Это касается и Латинской Америки, сегодня коммунистических режимов. Ну вот смотри, как Че Гевара и Кастро все победили. А там нет, там уже идут картельные деньги, там уже сегодня это уже другое. И то же самое произойдет с арабским терроризмом. До тех пор, пока это была идея, это было хорошо. Вот она уже несколько лет, как это уже не идея, как это уже продается, покупается, уже все. Тут уже начинает все рассыпаться. И так вот, такой в конец любому человеческому такому подвижничеству. В Великом Комментарии написано так. Однажды, мимо места, где строилась башня, проходил человек по имени Авраам Бентерах. К тому времени ему исполнилось 48 лет, и он был хорошо известен тем, что противился возведению башни. Кроме того, он был великим человеком. Он был их жрецом. У него было огромное количество почитателей. Речь идет уже об Аврааме, известном всем народу. Нет, до этого. Ну вообще речь о нем идет. Да, да. Отечественные Аврааме, да, основоположники кабалы и вообще всех религий. Он был очень известным человеком, очень уважаемым человеком. Отец его тоже. Он по наследству, как бы, от отца пошел еще дальше, сыночек. То есть он был великим жрецом. Отец был, что? Первый советник Немрода. Да, первый советник Немрода, Немрода, царя. То есть отец был духовным царем, Немрод был царем, так сказать, физическим. Авраам был наследником своего отца. Но, как обычно, сынок был против отца. У него была своя философия. Он по-другому смотрел на мир, совершенно против отца. И у него действительно была база, на которую он упирался. И хотя отец его поддерживал Немрода, и отец был против своего сына. И между ними была таки война идеологическая, сильная. И в итоге Немрод начал преследовать Авраама. И Авраам должен был убегать и от своего отца, и от Немрода. Мы говорим о единственной в то время императорской власти, которая существовала в древнем мире. Причем настолько сильной, настолько явной, из которой произошли потом все государства, все народы, все армии, все управления, все оттуда взяло свою основу, философию власти, структуру общества. Мы все исходим из того древнего Вавилона. Мы даже неосознанно, подсознательно, не ощущаемо нами, в общем-то, идем по тем же законам, которые тогда там зародились, которые Немрод и Терах, отец Авраама, установили там. И по сей день мы катимся, катимся, если эгоистически развиваемся, по их же, так сказать, колее. То есть вы хотите сказать, что мы поклоняемся идолам? Ну, это несомненно. Я об этом даже не говорю. Я говорю, что даже наше государственное устройство в чем-то, общественное устройство, связи между нами, многие наши институты, общественные, политические и так далее, они тоже идут оттуда. Они тоже идут оттуда. И несмотря на то, что прошло столько веков. Мы чему-то учимся или нет? К сожалению, нет. Что надо, чтобы мы этому учились? Мы не можем никогда научиться на прошлом. Потому что наш эгоизм каждый раз растет. И поэтому каждый раз новый эгоизм, он больше предыдущего, на котором вы, в общем, на ударах, на страданиях научились. Но он маленький. А сейчас больше. И на эту величину, на которую он больше, у меня нет прошлого опыта. И я не учусь. Я как будто заново делаю ошибку. Ту же самую. И сам не понимаю, почему. Но я абсолютно точно уверен, что сейчас я могу и имею право так делать. Потому что если я ошибся на прошлые, допустим, 20 грамм эгоизма, то я на 20 грамм ошибся. А если сейчас у меня килограмм эгоизма, то я не ощущаю, что я должен поступать так, как мне прошлый мой горький опыт говорит. Ты понимаешь, получается так, что человек все время растет и все время ошибается. И нет никогда никакой возможности в нашем этом прогрессе, чтобы мы не шли от ошибок к немножко лучшей жизни. От ошибок к немножко лучшей жизни. И так каждый раз, после того, как это немножко лучшее кончается, возникает новая ступень, она начинается всегда с ошибки. Так что же делать? Вы можете сейчас... Ничего не делать. Только так и учиться, пока не осознаем, не скажем себе «хватит», больше не можем. И когда мы это скажем. Или настолько окажемся перед такой ступенью, что если мы сейчас ошибемся, нам... Крышка. Конец. Вот тогда может быть, и тут еще распространение кабалы, объяснение всевозможное, вместе вот этот страх перед будущим. С одной стороны. И с другой стороны распространение кабалы, которое тебе объясняет, что ты входишь в новую ошибку, ты можешь ее заранее исправить. Еще до вхождения на следующую ступень исправь ее уже сейчас. Вот эта возможность с помощью кабалы. Во мне сейчас находится килограммовый эгоизм. А я получил из прошлого, из своего ощущения неисправности всего лишь на 100 грамм. Я могу сейчас на этой ступени, не входя на следующую, исправить этот килограммовый эгоизм и подняться над ним уже правильным, исправленным, заранее зная, что я ошибку не сделаю. Вот что мне дает кабала. Не входить на следующую ступень неисправным, потому что сразу же получаешь удар. И сейчас мы находимся, вот все человечество, сейчас находится перед такой следующей ступенью. Так вы говорите, в общем-то, что страх – это хорошо. Если бы не было страха, я бы бросился бы с крыши, я бы прыгнул бы в огонь. Страх – это великая полность человеку. А сейчас приходит страх, перед какой ступенью он стоит. Сейчас люди начинают ощущать этот страх? Сейчас страх я ощущаю, потому что я раскрываю такие силы природы, которые мне показывают мою будущую ступень, действующую или на эту ступень, допустим, атомную войну, глобальный какой-то кризис. Я вижу заранее, сегодня предугадываю заранее следующий этап, потому что он уже этап последний. И он мне вырисовывается уже сейчас достаточно наяву. Значит, мне только необходимо сейчас другое. Мне необходимо сейчас осознать, а есть ли у меня возможность каким-то образом себя исправить заранее, чем я прикасаюсь к этому новому своему состоянию? Могу ли я в него войти подготовленным? Или пошли как есть? Мы видим, человечество ищет регулятор. Вдруг начинают думать все вместе, а что будет, а как сделать? А как мы можем что-то переделать? Люди начинают просыпаться, люди начинают бояться. Это хороший признак. Но этого мало, потому что в таком состоянии мы еще не понимаем, а где найти ту силу, которая может нас исправить, чтобы мы вошли на эту следующую ступень и правильно взаимодействовали с природой. Потому что мы видим, что мы сейчас можем сделать и натворить. Как мы сможем себя удержать? Не нажать на кнопку. Не затопить весь мир или наоборот не высушить его. Не выпустить в мир какой-нибудь страшный вирус. И так далее. То есть как мы можем себя самих оградить от того, чтобы не сделать глупость? Вот здесь вот и возникает наука Каббала, которая говорит, я могу сейчас вам дать такие внутренние силы, которые не позволят вам ошибаться, которые будут вас держать в хорошем состоянии, которые не позволят вам сдуру нажать на какую-то кнопку или от злости или от каких-то глупостей навредить так, что вы уже не сможете потом выйти. Знаешь, как начинается война или что? По глупостям. Но потом начинает крутиться одно за другим так, что не можешь остановить. Вот как приостановить это дело? Как создать где-то какую-то защиту? Знаешь, как вот в семье, когда начинает разгораться все, вот был бы на этом месте, сейчас где-то кто-то какой-то, одно слово, и все спокойно, можно было бы успокоить. А вот нету этого и... Катится. Катится уже все, и невозможно остановить. Вот наука Каббала, она дает нам такую силу внутреннюю, которая начинает нас сдерживать. Настолько, что даже не появится у меня возможности, желание нажать на эту кнопку или выпустить в мир какой-то вирус, или сделать такие влияния на экологию необратимые, которые погубят нас. То есть это как бы инъекция против всего этого разрушения. Да, да. Это самое важное, что нам сейчас необходимо. Немножко вернемся к проходу Авраама мимо Вавилонской башни. Да, был такой случай, когда он смотрел на то, что натворил Немрод с его отцом любимым, дорогим. Папаша, понимаешь ли, с царем на пару. Да, потому что это было, с одной стороны, это была царская постройка, с другой стороны, это была духовная, постройка. То есть это олицетворяло собой духовность и царство одновременно. Царство нашей эгоистической духовности в этом мире. И вот что ему кричали люди, присоединяйся к нам строить башню, ибо ты сильный мужчина и будешь весьма полезен. Он отказался, заявив, вы отреклись от Бога, который и есть башня, и решили заменить его башней, сложенной из кирпичей. Да, то есть вы воздвигли Бога из своего эгоизма, вместо того, чтобы воздвигнуть его из свойства отдачи любви. Наоборот, все извратили. И поэтому в итоге, конечно, ваша башня рассыпется, потому что высшей силы в ней нет. Аврааму еще предстояла очень большая работа, он вынужден был бежать, его преследовали, он вынужден был разбить всех идолов своего отца, и отец пожаловался Немроду на это. В общем, была у него проблема большая, потому что он пошел ва-банк, причем против власти, против власти жреческой идеологии и против власти физической, царской, против обоих, потому что они были сплетены вместе. Знаешь, как в наше время церковь и государство. И хотя должно быть наоборот. Отделены должны. Религия должна защищать человека от власти. Быть между, как бы, Бог на земле. Быть неподкупным. Это должна представлять собой религия. Она должна, как бы, показывать, что во мне есть сила Божья, Слово Божье. Я против того, чтобы насиловать народ, чтобы угнетать его и так далее. Она должна защищать человечка маленького от власти царя. А в итоге она переходит на сторону власти и вместе с властью эксплуатирует народ. Смотрите, как во всем мире религии вошли во власть. А, вот так вот. Потому что они все эгоистические. Изобретения народные. Опасные вещи вы говорите. Я говорю то, что уже... Похоже. Это констатация фактов. В конце главы Ноах написано так. И сошел Бог посмотреть город и башню, которые строились иночеловеческие. И сказал Бог. Ведь народ один, и речь у всех одна. Это лишь начало их деяния. А теперь не будет для них ничего невозможного, чтобы они не вздумали делать. Сойдем же и смешаем там речи, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Бог оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Поэтому наречено ему имя Бавель, ибо там смешал Бог язык всей земли. И оттуда рассеял их Бог по всей земле. Такой конец Бавелонской башни. Ну, и это исторически известно, как оттуда они расселились действительно по всей земле. Произошли оттуда все верования, все эти, как мы говорили уже, устройства государственные, затем у них и так далее. О чем здесь говорится относительно духовного пути человека? Здесь говорится о том, что человек эгоистически не может ничего построить. Сам? Да, сам. Ни в коем случае. Он нуждается в высшей силе, потому что все, что у него есть, исходит из этой высшей силы. Но как обратная, как копия обратной этой высшей силы, негатив. И поэтому он не может только одной этой негативной своей силой что-то создавать. Сила, которая создает, это сила отдачи. Это сила любви. Благодаря этому мы размножаемся, благодаря этому мы растем, благодаря этому мы распространяемся. Из-за силы любви и отдачи. Эгоистическая сила, она все в себе оккупирует, захватывает. Черная дыра. Сжимается, да. Это черная дыра, да. Так вот, поэтому не могли они построить большего. Но что они бы сделали? Почему, говорится, аллегорически, чтобы Бог им помешал? Потому что если человек войдет в этот эгоизм, он из него выйти не сможет. Это конечная стадия такая, которая превращается в то, что начинает пожирать саму себя. Такая раковая опухоль, которая сама себя съедает. Потому что съедает окружающее пространство. Окружающее пространство мертвое, и она умирает. То же самое и здесь. Человек оккупируется внутри, в своем эгоизме. Он не может ничего сделать. Он не может эманировать свет, как потухшая звезда, которая сжимается уже в себя вся, даже не выпускает наружу открыто ничего, даже радиоактивных каких-то излучений. Из него ничего не выходит. Наоборот, абсолютно поглощающее тело. И это конечное состояние, которое не имеет исправления. Поэтому здесь необходимо вмешать высшие силы. На самой последней стадии, когда они уже все закрываются, захлопываются, чтобы обратиться в эту необратимую черную потухшую звезду, вмешивается Творец, как бы отрезает вот этот самый последний кусочек эгоистический, который, если добавить, то обратного пути нет, отрезает от них, и все рушится. А этот маленький эгоистический кусочек, чтобы не было у них, чтобы они не вздумали больше ничего делать, остается отрезанным от нас. Это как бы заранее союз Творца с человеком о том, что теперь у человека не будет пути на самом деле выстроить Вавилонскую башню. Всегда она будет срубленной в своей вершине. И как бы мы ни пытались строить, мы достигаем какого-то состояния, обнаруживаем, что это неверный путь. И поэтому все небоскребы, они заканчиваются какой-то плоской крышей. И в итоге все они имеют свой предел. А человек осознает постепенно, что его эти все храмы, великие стройки пятилеток, семилеток, и вообще все они в итоге работают против него. Вот Вавилонская башня, она олицетворяет в нас, внутри нас, внутри нашей природы, каждого из нас. Эту запрограммированную сущность, конечную, что что бы я ни делал, я всегда буду разочаровываться. Я не дойду до конца, я всегда себя обнаружу как несостоятельного. Поверну обратно, начну по новой, и так раз за разом, раз за разом я дойду до состояния, когда я буду чувствовать, что мне надо что-то делать не так. Ну вот интересно, что фактически, как бы, так скажем, образно, умышленно, почти до конца все доводится. То есть усилия сделаны, почти все, крыша построена, я уже вот. И вот. И вот. И вот рассыпается. И вот этот момент все и происходит. Не делается ничего, допустим, посередине, останови. Ну вначале скажи что-то, нет, происходит такое полное строительство. Выложился полностью, уже весь, все. Уже как бы солнце передо мной, вдруг никакого солнца, наоборот, болото. Это мы видим каждый раз. Это умышленно такой путь, что человек должен это все пройти до конца практически. И разочароваться в этом все, дойти до тупика. В нашем духовном пути не может быть такого, чтобы мы не ошибаясь поднялись на правильный уровень. Только ошибка, и после этого правильный поступок. Ошибка, правильный поступок. А наступает момент, когда... Левая, правая нога, не может быть по-другому. А наступает момент, когда вы как бы благодарите за вот эту ошибку? Когда я заранее знаю, что я вхожу в ошибку для того, чтобы взять с нее строительный материал и поставить его правильно. А может и заранее знать. Когда я этот эгоизм... Да, конечно. Когда я вхожу в этот эгоизм специально, потому что мне не хватает материала, чтобы построить себя альтруистически, как храм, а не как пирамиду. Скажите, пожалуйста, а для чего... Вот сейчас произошло разбиение, и люди перестали понимать друг друга. Что это означает в духовной работе человека? Опять же... Потому что они эгоистически понимали все свойства человека. Что значит люди в человеке? Да-да, в друг друга. Ну а вот что это такое? Внутри человека все его свойства перестали понимать друг друга, то есть перестали работать в эгоистической... Связке. Связке, да. И этим дано было человеку уже начало следующее. То есть есть в тебе эгоистические свойства, но они развязаны между собой, а теперь ты должен каждый из них исправить и связать их между собой альтруистически. То есть ради духовного подъема, а не для того, чтобы завладеть всем этим миром. В принципе, дано человеку сейчас новое условие, средство, возможность для его дальнейшего продвижения. Закончился этап, когда человечество зародилось. Эта Вавилонская башня, значит, рожденное человечество. Средством человечества являются в нашем земном уровне вот эти языки, непонимания нас друг друга. Да, это все оттуда, естественно. Почему говорится о 70 народах, на которые разделился вот этот народ? Почему о 70? Ну, это потому, что им управляет, этими всеми народами управляет система, состоящая из 70 частей. То есть нисходит в наш мир одна сила, затем разлагающаяся на 70 под сил, и каждая из них управляет в нашем мире определенной структурой, то есть определенным племенем или народом. И поэтому в нашем мире, в основе нашей цивилизации, лежат 70 разных народов. Но в наше время это уже, естественно, все смешалось, перемешалось, и нигде вообще непонятно, кто где находится, и этого не должно быть. Не зря мы находимся в Новом Вавилоне. И этот Новый Вавилон, он собрался заново. То есть был один народ, распался, теперь он снова собирается вместе в Новом Вавилоне, и начинаем мы уже строить правильную башню. Вы говорите, собрался в Новом, собирается вместе в Новом Вавилоне. Новый Вавилон – это все, что есть у нас сегодня, это глобальное человечество. Вот это ощущение нашей зависимости друг от друга, которое больше и больше проявляется. Да, мы интегрально… Мы делаем круг такой, да? Мы как бы упали с высоты, например, Вавилона, скажем так, единого народа такого. Упали по всей земле рассыпались. По всей земле рассыпались, сейчас нас как бы соединяют и поднимают до этого же Вавилона. Да. Вот теперь мы должны осознать, что нам надо выстроить не эту башню Вавилонскую, то, что мы старались создавать с каждой, а сейчас, когда собрались все вместе, а нам надо делать храм. Храм – это тот же самый эгоизм, только направленный на любовь друг к другу, направленный на использование. Одно и то же. Бери все те же камни, бери все то же, делай. То есть, в принципе, единственная разница в намерении человека. Как он относится к себе, к людям, к Творцу. А можете просто попытаться сказать, что такое намерение? Намерение – это то, что диктует мои действия, мои мысли, что я преследую при этом. Не само действие сделает стыкан для чего, ради чего, для кого. Это является намерением. То есть, намерение – это то, что сопровождает мое действие. То есть, я вот сейчас пью, да? Ну, это физически. Я могу при этом какое-то намерение… Если ты связан с кем-то, тогда имеет место намерение. То есть, он мне налил стакан воды. Если ты это хочешь сделать как благодарность хозяину, или для того, чтобы отблагодарить его, или на том, что ты принимаешь, допустим, этот чай, ты можешь здесь на нем выразить огромное количество свойств, отношений, взаимодействий с кем-то. И не имеет значения, что ты при этом получил. Это может быть буквально грошовый какой-то напиток, или подарок, или что. Главное – то, что ты можешь над этим развить. Так вот, Каббала поэтому и говорит, наш мир, он безумно мал. Ничтожно мал. Но благодаря намерению, ты можешь над этим ничтожно малым миром постичь огромные высшие миры. Потому что достаточно тебе буквально того, что стоит копейку. Но если ты правильно взаимодействуешь с дающим, с Творцом, то ты можешь при этом создать такие условия, как будто ты равен ему. И ты от него получил вот этот маленький мирок. И на этом маленьком мирке, если ты развиваешь обратно такое же отношение к нему, становишься равным Творцу. А мирок остается внизу ничтожно маленьким, маленькая точка. Но ты вырос над ней. Я ощущаю все вокруг. В уровень с Творцом. Поэтому говорится, что наш мир – это как маленькое зернышко. Да. И не надо ничего больше. А мы хотим его эгоистически раздуть. А нам не наш мир надо, нам надо свое намерение развивать. Это намерение строить отношения к ближнему сначала. От любви к ближнему, к любви ко всему мирозданию, к Творцу. К общей силе природы. Когда я прихожу к этому любви к ближнему, я как бы начинаю выходить из себя. Я как бы начинаю видеть… Ощущать. Ощущать. Вне себя. Вне себя. Да. То есть настоящий, невозмущенный тобой, настоящий мир. И он совершенно не тот, который мы сейчас ощущаем, который ощущается нами в наших желаниях для себя. И другого я не ощущаю. Когда я меняю свои желания на от себя, я начинаю ощущать все. Нечто иное совершенно. А следующий этап уже подняться над этой любовью, еще любовь к Творцу как бы. К Творцу – это ко всему мирозданию, ко всей общей силе. Творец или природа – это одно и то же. И к этому должны прийти все. Да. Об этом говорит наука Каббала, и как бы об этом говорит эта книга. Эта книга говорит о ступенях, как должен развиваться каждый из нас, и все мы вместе, чтобы достичь этого. Дорогие друзья, мы заканчиваем эту передачу. Я надеюсь, что вы, как и я, получили удовольствие. Я действительно все время жду этих передач. С удовольствием готовлюсь к ним. Я знаю, что я еще и еще постигну еще что-то, что поможет мне жить. Так вот, будем надеяться, что это поможет нам жить. Будьте здоровы. До свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok